На базе этого квадроцикла мы постарались реализовать разные опции. Давайте обсудим, какие опции можно реализовать на квадроцикле RM-DUO 800. Начну, давайте так спереди и будем двигаться потихонечку сзади. Передняя часть. Установлен дополнительный вот такой бампер. Мне кажется, очень грозный. Чем-то напоминающий бампер BRP-шки в GNA. Установлено дополнительное освещение. Причем в бампере есть уже под это реализованное отверстие. Здесь вы можете выбрать любую банку. Извините, диодную балку поставить либо цельную, либо сдвоенную, либо еще как-то. Но это уже на ваш вкус цвет. Причем бампера тоже есть. Можно взять бампер и установить в цвет. Можно поставить такой более брутальный, более грозный. Защита дниши алюминиевая. Я считаю, что это вообще опция, без которой нельзя эксплуатировать любой квадроцикл полноприводный. Потому что так или иначе, есть риски всегда наскочить на пенек, на какой-нибудь камень и так далее. Повредить тягу. Часто выбивают без защиты гранаты, привода. И поверьте мне, это вам выйдет примерно как стоимость защиты. Поэтому лучше один раз поставить защиту. Она будет страдать, она будет испытывать на себе всякие нагрузки. Она будет погнутая, побитая и так далее. Но она будет выполнять свой функционал и защищать вашу подвеску. Я считаю, что без защиты дниши невозможно двигаться. Нельзя двигаться. И если вы покупаете квадроцикл, извиняюсь, за полмиллиона, либо больше, сэкономить какие-то 12-15 тысяч на установке защиты, мне кажется, это очень круто. Конечно же, у этих квадриков реализовано гидравлика в круг, потому что у них химические уже тормозить не было бы невозможно. Но это как бы всем понятно. Идем дальше. Вот это вот, смотри. Выносы радиатора. Есть разные выносы радиатора. Делает реваль, шторм, блокбир. Есть какие-то колхозные мероприятия. Но мы вот этот вынос радиатора от компании Штон посчитали самым-самым подходящим. Мне кажется, его стилистика, дизайн, его вот это вот исполнение, а еще вот эту решеточку, если покрасить по такой же оранжевый цвет, ну прям, ах. Так, согласитесь, он прям вот для него создан. Очень крутой вынос радиатора. Здесь реализована логотип РМ. Сюда вынесен полностью радиатор системы охлаждения. И реализованы шнаркеля. Шнаркеля тоже, смотрите, как смотрятся. То есть они не какие-нибудь серебристые, то есть они прям не бросаются в глаза, но при этом, мне кажется, прям и лаконично, и брутально, и не блестка. Ну прям, прям четко. Мы именно и этот, поэтому выбрали вынос. У нас несколько выносов, извиняюсь, несколько таких элементов есть в продаже. Есть от Шторма, от Ривалия и так далее. Но вот этот нам показался самым-самым подходящим, самым таким вот брутальным и очень хорошо подходит под дизайн петроцикла. Именно такие мы рекомендуем и устанавливаем. Что здесь у нас еще реализовано? Здесь, конечно же, можно добавить, мы не стали ставить на эту технику, но можно добавить датчик указания давления масла. Для кого-то это очень важная история. То есть кто-то хочет видеть, какое конкретно давление масла сейчас у него в технике, в момент именно эксплуатации. Это тоже можно реализовать. Опция совершенно недорогая. Ставится без проблем. Вы можете это сделать самостоятельно, либо в условиях нашего сервиса. Лебедка здесь установлена очень достойно, поэтому ее изменения мы как бы не стали производить. Что здесь еще сделано для зимней эксплуатации, либо осенней, весенней эксплуатации? Здесь установлено подогревая ручек. Покажи, пожалуйста, этим поближе. Реализованы, видите, полностью заменены. Ручки сейчас стоят с подогревом. Ну и здесь вот такой небольшой контроль мощности, так скажем, нагрева. Можно еще реализовать подогрев курка газа. Это тоже дополнительная опция, продается отдельно, но мы здесь ее не стали ставить, потому что чаще всего просят именно подогрев ручек, особенно в условиях севера, где мы находимся с вами. Мы сейчас снимаем видео о филиале северного региона, и поэтому у нас эта опция одна из самых актуальных. Недорого. Можете также приобрести, установить сами. Несложно это все инсталируется, но если хотите сделать это без заморочек и по красоте, пожалуйста, при заказе техники можете это у нас реализовать, либо при обращении в сельско-центр. Кстати, должен заметить, что вот конкретно эта опция, подогрев ручек пассажира, опция, опять же, очень востребована у нас в районе Крайнего Севера. Эта опция, ну, не продается на самом деле отдельно, это уже мы сами изготавливаем, их сами устанавливаем, и мне кажется, получается очень симпатично. Причем оплетку можно подбирать под цвет, можно сделать там красивую прострочку, либо там кожзаменитель, коричневый и так далее. Но здесь посчитали, что так будет логонично, не блеска, то есть это реализована опция в виде подогрева ручек пассажира. Кофр. Называется Тестерак. Ну, не суть. На самом деле кофров огромное количество на рынке. Есть оригинальные кофры от РЭМ, есть кофры от ГК, есть кофры там разных других производителей, есть дорогие с возможностью сюда сразу же креплениями канистр дополнительных, есть кофры, где вы можете сюда сразу же защелкнуть лопату, например, да, то есть кофры с креплением под бензопилы, ну, то есть там огромнейший выбор. У нас представлено в сети там более, наверное, шести моделей для этого квадроцикла разных кофров, разных цветового сегмента. Цену назвать не буду, потому что цена и меняется очень быстро, и как бы в зависимости от модели цена, поэтому кофр можете подобрать на свой вкус и цвет, либо на резиночках, либо на замочках и так далее. Сзади мы тоже реализовали дополнительный бампер, и, кстати, их нужно сравнить. Дима, подойди сюда, пожалуйста, и покажи базовый штатный бампер от компании «Русская механика» и бампер, который здесь установлен. Это уже, ну, не знаю, опция. Это, конечно, не базовый бампер, он не идет в комплекцию, он устанавливается дополнительно, если вы хотите. Мы можем это реализовать. А вот, собственно, как выглядит базовый бампер. В чем, как бы, прикол, да, не знаю, этого бампера? Он защищает фары. То есть, если базовый бампер, он все-таки, есть вот этот выпук, который защищает от удара фары, и мне кажется, ее вполне достаточно, но, тем не менее, кто хочет, ну, 100% защитить свой квадроцикл, можно вот в качестве опции установить себе такой бампер. Хочу заметить также, что здесь уже реализована система быстрого съема. То есть, вот этот элемент, есть точно такой же элемент с площадкой для установки лебедки. Если кому-то крайне необходимо, я знаю, что есть такие пользователи, которые ставят лебедку и спереди, и сзади, ну, такие лютые, как бы, спортсмены, вот эту опцию можно реализовать в качестве быстросъема. То есть, выводится здесь розетка силовая, ну, куда вам угодно, там, как вам удобнее. И вот на этой площадке вы можете возить в бардаке, в бардачке лебедку, при необходимости отщелкнули, вставили, вставили лебедку, подцепили ее, то есть, и используете. Можно реализовать систему быстрого съема. Здесь уже под нее все с завода подготовлено, заготовлено. Конечно же, можно тюнингануть, лифтануть еще квадроцикл, устанавливая на него гнутые рычаги, поставить на него какие-то дорогие амортизаторы. Но, вы знаете, сейчас русская механика стала ставить очень достойные и качественные амортизаторы, которые и обслуживаются, и регулируются по жесткости и так далее. И вот такого рода тюнинг уже стал неактуарен. Потому что, как бы, русская механика из-за вас все это сделал. Ну, что касаемо дальше внутрянки, не знаю, насколько она вам интересна, там ее обсуждать. Тут все, в принципе, сделано технически правильно, грамотно. И, повторюсь, сейчас, как бы, после 19-го года, после жестайлинга, аппарат один из самых беспроблемных. Что еще можно реализовать на квадроцикл РМ-800 Дуо? Можно поставить гусеницы и сделать из него практически полноценный снегоход. Вот в данном, в данные, по бокам, видите, у этих бомберов есть уже посадочные места. То есть сюда можно установить дополнительную защиту боковины. Вот есть здесь, Зим, покажи, пожалуйста. Здесь уже заложено крепление. Вот они, видите, есть крепление. То есть этот элемент устанавливается сюда и сюда. Приношу извинения, когда мы готовили, как бы, эту технику для видеообзора. Этой опции не было в наличии, но не стали ждать, потому что долго. Вот. И ее можно установить, если вы двигаетесь часто по лесу, по мелколесью. Может быть, где-то даже боитесь переворота. Чтобы защитить боковые части, можете установить эту дополнительную защиту бока. Причем, замечу, что в ИРМке уже в стоке реализованы расширители арок. То есть дополнительно колхозить, делать что-то резиновое нет никакого смысла. И здесь они, как бы, однозначно убили эту опцию методом установки очень адекватных штатных расширителей. Мне очень нравятся, на самом деле, вот эти вот грызущие части, которые мне позволяют спадать ноге. Мне очень нравится, что ИРМ здесь вот реализовало отверстие. То есть как раз, знаете, когда вы проходите какую-то водную пригороду с какой-то няшей, там, вот этой вот илом и так далее, то есть это все не будет здесь задерживаться, здесь не будет создаваться такая ванночка. То есть это все будет уходить в эти отверстия. Причем защита сделана грамотно, она их не просто закрывает, то есть в защите реализованы еще такие же отверстия. Ну, по-моему, это вообще без вопросов. Очень круто. Что еще можно рассказать про этот квадроцикл? Что еще добавить, Дим? Ну, квадрик один из популярных. Я не знаю, как, не знаю, ребят, как, как умудряется ИРМ держать свои квадроциклы в сегменте одних из самых недорогих. То есть составлять их с конкурентами, у ИРМ-ки ценник ниже. Ценник ниже. То есть если раньше, например, у меня, в частности, были замечания к ИРМ по поводу запчастей, они сейчас, как бы, начали этот вопрос решать, и причем решать очень результативно. То есть сейчас запчастями проблем нет. Еще одна опция очень хорошая. По сравнению с прошлыми моделями, они очень хорошо изменили все узлы по расставке и по переключению блокировок. Ну, это да. Если мы сейчас, на самом деле, будем перечислять количество там изменений, мы, наверное, долго очень растянем движок. Если хотите почитать, какой перечень изменений был реализован в 2019-м, 20-м, 21-м году, можете у нас на сайте посмотреть по ссылке, там будет все это указано. Но очень много замечаний, которые были связаны именно с ходовой частью, они очень многое изменили. Ну, что касаемо двигателя, вопросов никогда не возникало. Электроусилитель руля, я насколько знаю, они сейчас его перепрошили новой прошивкой, то есть адаптивным он стал, ну, как-то более комфортным стал по отношению к ранним сериям. То есть, ну, сейчас по качеству, мне очень сложно сказать, если кто-то есть обладатель. Я, на самом деле, на такой технике, конкретно на этой модели, не двигаюсь, не эксплуатирую ее. Мне сложно, как бы, о ней сказать, что касаемо качества. Я сегодня, на самом деле, перед данным видео заехал, зашел к нам в сервисный центр и спросил у ребят, ну, что скажете, то есть, ну, какие конкретные там проблемы у этих квадриков есть, потому что народу их нужно озвучить, потому что народ будет о них читать, лазить на форумах, он это увидит и посчитает, что я их скрыл. Ребята сказали, что мы их, на самом деле, продаем недолго. То есть, если посмотреть, то опыт продаж именно этой модели у нас небольшой, там, порядка, двух лет. За двух лет у нас, ну, ничего, как бы, массового и проблемного с ними не встречалось. Но давайте еще будем объективны. Они в дефиците. В прошлом году их было очень сложно достать. В фазопрошлом году их было очень сложно достать. Это одна из самых продаваемых моделей и, в первую очередь, благодаря ценникам. Ну, согласитесь, такой фарш, вот в стоке такой фарш, на литье, да, с электроусилителем, с ребяткой, со всеми делами, вот, включая, как бы, вот это все, что не установлено, за эти деньги сейчас на рынке нет ничего. Нет ничего. Это, конечно, веский аргумент. И именно эти аппараты были всегда в дефиците. Я думаю, что и в этом году дефицит на нем тоже сохранится. Но, по крайней мере, сейчас мы успели вырвать себе партию. Это 22-й год модели. Наличие сети мотоцентров из Моторс. Обращайтесь. Это был Виталий. Всем спасибо. Всем пока.